раз 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 всем привет это игра beholder нет нет вернее игра beholder это перед вами а с вами слава и лиза и мы начинаем игру которая обещает нам глубокий сюжет тебе предстоит выбор выбор который будет влиять на дальнейшее прохождение по крайней мере так было написано в описании играет достоевский игрок не знаю я паблик в контакте там 1700 год до рождества христов а тут значит управление камера я думаю я запомню эти четыре кнопки и перемещать камеру можно еще мышкой я думаю что я справлюсь с этой сложной задачей начинаем выберите режим сложности элита газ аппарата госаппарат вы окунетесь в оригинальную атмосферу игры впереди нелегкий выбор и трудные задачи элита госаппарат я точно там не хочу быть стажер в государстве вот теперь ключевые статьи расходов снижены а доход увеличивать стажер как ты считаешь что лучше это лучше мне кажется это это не наша должность будет наша сложность или ты круче ну или такая бы круче но не в этой игре и смотри обычно легкий а потом сложный на слева направо всех нормальных людей а то и вещь оранжевым как бы кого-то по сложнее зелено попасть справа налево думаю что китайцы сразу прохождение на эту и не будем заворачивать все смотрите прохождение на ю тубе от других людей власти на на английском языке выбор языков у игры богатый вот это самый первый выбор в игре сценарный я так понял который будет влиять на дальнейшее прохождение игры да уже уже сложно первое испытание нас встретили или мы их встретили короче я загадаю цифры типа один будет один другая будет два ты назовешь ты будешь любую цифру и так ты назовешь это и будет хорошо цифра два значит элита госаппарат я загадал 21 мне кажется если б я назвал один ты бы все равно сказал или такой супер раз я так думаю один я тебе верю все элита госаппарата мы любим сложности трудности нас не останавливают личный вечер жильца может блин ничего вы остановите это при просмотре и сами прочитаете вы же тоже умеете читать наверно это не точно чтобы он написано понимаешь потом я тоже стану посмотрю уважаемый карл штейн рада сообщить что ваше назначение на должность управляющего доходом домом класса d доходным домом доходным домом класса d находящегося по адресу 6 кружкицы одобрено вам следует незамедлительно прибыть по указанному адресу и вступить в должность вам и вашей семье выделена квартира на цокольном этаже дома экспериментальный препарат экспериментальный препарат инъекцию которую вы уже получили на амедосмод подавляет необходимость в ночном отдыхе позволит вам посвятить больше на ней так есть только они очень пагубно сказываются на твоем здоровье да это позволит вам посвятить больше времени служению родине рады приветствовать вас в рядах элиты госаппарата министерства распределения нажмите любую клавишу для продолжения любите меня такой же пасмурный человек это я работе полицаи ты хочешь быть видишь это у нас дочка она изи шпакл а луизи а луизи похоже сыныши что было сложно жить германец это позволит вам посвятить больше времени служению родине а почему постоянно пасмурные игры фитнес тит которая был инсайдл или как это называлось тоже так пасмурный это ну а Не ваша форма. Тяните пальцы. Купить можно, даже если запрещено. Жильцы не обрадуются, если застанут вас в своей квартире. Хочешь, чтобы я пошла сделала кофе и приобретилась в самое интересное? Вышла новая директива правительства. Это начальник. Нажмите на него, чтобы начать диалог. Знак восклицательный сообщает, что персонаж готов дать вам задание. Бруно Хэмп. Вы должны быть Карл. Добрый день. От имени Министерства Порядка приветствую вас на новом месте работы. Что здесь происходит? Проводим мероприятия по обработке зданий от вредителей. Не обращайте внимания. Ну, давай возмущаться. Согласись, сейчас только приехал, а же возмущаться собираешься. Надо наложить с людьми общение. Соглашайся, не ругайся ни с кем пока. Как скажете. Ваш предшественник не справился с простейшей работой. А если человек, будучи на ответственной должности, не справляется с элементарными заданиями, вывод может быть только один. Он сделал это умышленно. То есть стал вредителем. Теперь все, чем занимаются жильцы этого дома – ваша ответственность. И под словом «все» вы подразумеваете. Под словом «все» я подразумеваю абсолютно «все». Вы будете следить за каждым их шагом. Фиксировать любую подозрительную деятельность. Если, конечно, хотите зарекомендовать себя хорошим служащим. А если планируете стать отличным наблюдателем, то рекомендую записывать и хобби, и увлечения, и просто разговоры. Как я буду это делать? Вам нужно наблюдать и записывать. В этом помогут камеры наблюдения. Но давайте по порядку. Карл, у вас есть… Нет, Карл! У вас есть опыт управления дома? Дальше, может, то же самое, что нужно акцент на Карл делать. Нужна ли вам моя помощь? Да, нужна моя помощь. Я не откажусь от вашей помощи. Я помогу разобраться. Смотрите внимательнее вокруг. Для начала вот ваш рабочий журнал. Он всегда будет находиться справа. Полистайте вкладки и ознакомьтесь с ними. После продолжим разговор. Вступление в должность. Поговорите с начальником. Вернемся к наблюдению. Установите в доме камеры. Это существенно облегчит вам работу. Судя по документам, вашему предшественнику было выдано две камеры. Найдите их в вашем кабинете. Он справа от жилой комнаты. Так, я помню, что там четырьмя кнопками можно перемещать. Вы можете обыскивать предметы мебели. Для этого нажмите на рабочий стол, а затем на значок лупы. Нажмите на предмет, чтобы посмотреть его описание. Нажмите кнопку взять, чтобы забрать его в свой инвентарь. Поговорить с начальником. Отлично, вы нашли камеры. Их нужно установить в общей столовой. Следуйте за мной. Столовая налево. Это Анна Штейкбайк. Какое хорошее имя. Ты меня уже тихо ненавидишь. Да, тихо. Нажмите на сигнализацию и выберите камеру, которую хотите установить. Чтобы снять камеру, нажмите на корзину. Я уже хочу ее убрать. Один, два, у меня второго уровня камера. Ага, ширина, широта, угол обзора. Отличается. Угу. Ииии... Куда у стеной? Это люди, подвал. Досье подвал. Патринштейн. Квартира номер 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ремонт. Директивы правительства, 1 сентября 84-го. Прям как ооо. как же скотный двор написал у него есть тоже книга роман 1984 может быть 86 может быть это главное что я ее читал прошлом году запрещено укрывать преступников такая директива не укрывает обнаружен преступник как ее установить нажми на сигнализацию вот сюда как он теперь устанавливает и грустно кладут вижу что пока вы неплохо справляетесь вот ваша первая награда за деньги вы можете покупать необходимые предметы в магазине за очки авторитета камеры для наблюдения за жильцами в доме очки авторитета это ваша репутация их платят за выполнение заданий вы можете использовать их в личных целях например для убеждения окружающих к сожалению меня ждут дела в министерстве однако вы можете в любой момент позвонить мне со своего рабочего места по выделенному телефону чтобы задать любой вопрос и кстати я настоятельно не рекомендую вам карл игнорировать звонки на этот телефон помните что мы с вами в первую очередь служим нашему великому народу и выполнение директив и указания от министерства это ваш хлеб вода и воздух теперь перейдем к главному в доме проживает несколько человек которые находятся в зоне риска ваш предшественник не смог навести в доме порядок надеюсь вы окажетесь благоразумнее как я могу это сделать во первых внимательно наблюдайте за жильцами как только соберете доказательства правонарушения пишите рапорт об остальном позаботиться наши стражи правопорядка и скажу вам по секрету наше великое государство может быть очень благодарным тем кто хорошо выполняет свою работу а потому министерство может закрыть глаза на подлог улик или на шантаж в случае если это поможет вам достичь результата это не совсем то что я ожидал на вашем месте я бы беспокоился о том совпадут ли ожидания министерства по поводу вашей кандидатуры на эту должность не медлите со звонком в наше ведомство вы сможете получить любой совет от своего мудрого куратора и последнее ключ который я вам дал подходит ко всем дверям в этом доме только убедитесь в том что все жильцы вышли из квартиры прежде чем в нее заходить многие наши граждане все еще пребывают в уни в уверенности что частная жизнь это их личное дело пусть пока так и будет приступайте к работе стыкач который лазит в квартире наблюдает здесь по моему это я за фсбшником играю почти одно этаж мы в фсб так аннштейн что карл а давай ты будешь женщина озвучиваться о работе только о работе я очень испугалась когда мимо привели этого человека в наручниках кто это был карл это был бывший управляющий он не справился с работой какой кошмар карл с тобой мог поступить так же не переживай милая я буду хорошим управляющим только работе в другом жизни что карл понятно с женой кроме как работе не о чем поговорить да и то двумя словами перекинулись отец на работе отец и не нравится твоя новая работа это твой начальник от китик а есть нормально нормальную еды и учиться в университете тебе нравится а носить одежду без дыр нет это не модно сейчас я люблю с дырами носить может ты будешь нас содержать и больше не ввозь я постараюсь найти работу я буду учиться и работать очень на это надеюсь я ненавижу шахта отец лучше умереть чем работать как раб о можно блин поговорить про шахту это конечно посмотришь какая жизненная игра ты ты не чувствуешь и чувствуешь ты пытаешься все просто стоя пытаться чувствовать жизнь кто шутку превратить она очень даже грустно пессимистичные не то можешь конечно шутить пока вы делать серьезный вид не думал пойти в шахтеры давайте будешь читать или ненавижу шахты отец лучше умереть чем работать как раб я не поступил не надо занять честно сказать я не верю что сможет достать направление на учебу учись старательно сын нам твой перевод в университет очень дорого стоил я не поведу отец клянусь если бы меня загнали в шахту я бы сбежал да господи я ненавижу эти шахты отец ну не горячись тысячу раз говорил тебе что работа на шахтах хоть и тяжелая но уважаемая я стараюсь помогать по дому вон с марта поиграл недавно что марта делает не странный язык нет это вот там молитву наверное читает или чай пьет просто начальник должен позвонить в министерство за дальнейшими указаниями позвонить в министерство вот этот телефон он так носится министерство порядка ваш звонок принят здравствуйте карл вы ознакомились с основными должностными инструкциями готовы получить задание готов к заданию установите наблюдение за жильцом из квартиры номер два там проживает яков маниши поляк необходимые камеры вы сможете купить в государственном магазине соблюдать осторожность заходите в квартиры жильцам когда их нет дома это политическая игра ты немец и наблюдаешь за поляком в одном доме с нами хотя ты на что дом этот квартира это просто один наш земной шар а квартиры на разных этажах это просто клочки земли на этой земле колесико может так второй этаж это первый наверно это в подвале живешь а цокольный этаж должны быть циферки от 3222 сюда можно там есть проверить он есть квартире так и это есть как как все не могу что-то набор электрика набор для починки бытовой техники набор для починки мебели я за очки авторитета свои купил камеры он был в жизни хотя бы ничего все равно не купил он там есть как ты понимает вышла новая директива правительства так что я вижу нет на втором этаже никого нет через отвертые глазок у них специально такие глазки а у меня есть супер ключ от всех я директиву хочу почитать так все яблоки подлежат немедленному уничтожению хранить употреблять их запрещено некоторые предметы в описании несут информацию своих хозяевах или хозяевах нажмите на выделенный текст чтобы собрать информацию в досье и точить распитая бутылка превратится в описание опасное оружие подозрительный яков 55 лет ему без работы внимание кража чужих предметов преследуется по закону для сбора информации улик достаточно нажать на цветной текст в описании предмета тогда не буду воровать я не думаю справа не менее он остался там просто меня предупредили сразу и я понял что я так не буду делать телевизор на телевизор на столе я посмотрю стуль 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 не знаю что стулья может быть так в телефон жучок может какой-нибудь засунут ты не купила колода карты костей играет в азартные игры да это манишек да так он пошел козом туда он не увидел что я из его комнаты был стучат я не знаю а куда он пошел не знаю будет странный яков манишек мы не все смотрели дома они такие понорые все ходят межгрозные иди посмотри в шкафы лучше ну я тоже так думаю кровать нужно обязательно может что в кровати вон она только доходит не она сюда не пойдет ну разве что в гости захочет к нему зайти ааааа как тебе закрыть я нервничаю а если тебя увидит это будет плах это ну конечно странно ну ладно а если это видимо мы все нашли уже стол смотрел на тебя это яков его а это это Патрикштейн а это мой друг это мой друг Патрикштейн может даже сын да отец яков вот он зашел да он зашел как раз таки так позвонить министерству нужно теперь теперь заплатят конечно это моя работа его сбила а не а он учиться поел хихих какая информация вас интересует обпискивайте квартиры и осматривайте личные вещи жильцов в описании может скрываться информация о личных ценностях нажав на эту информацию вы переносите ее в личное досье разговаривайте с жильцами когда они сообщают важную информацию она помещается в досье купите в магазине нужный ремонтный набор для техники и мебели нужны разные наборы нажмите на мебель и выберите иконку с инструментами чтобы починить поломку на каждую поломку тратится один ремонтный набор чтобы начать ремонт нажмите на строительные ленты перед квартирой ремонт может занять некоторое время используйте вкладку досье и в рабочем журнале нажмите на ремонт чтобы отремонтировать квартиру нажмите на заселить чтобы заселить в нее новых жильцов нажмите на рабочий стол и выберите рабочий журнал в открывшемся огне вам нужно выбрать необходимую форму заполнить данные о жильце на которого вы составляете бумагу характеристики нужно отправлять в министерство сбора информации характеристика будет проверена если форма заполнена верно на ваш счет придет премия если форма заполнена неверно вам будет выписан штраф серьезно нажмите на рабочий стол и выберите рабочий журнал в открывшемся огне вам нужно выбрать необходимую форму заполните данные о жильце на которую вы хотите составить бумагу рапорты нужно отправлять в министерство порядка ваш рапорт будет проверен если форма заполнена верно и компромат подтвердится фигурант рапорта будет наказан а на ваш счет придет премия если форма заполнения неверно или собранный компромат не подтвердится вам будет выписан штраф ну жизнь так наверное нужно это сначала подготавить бумагу потом уже звонить что делать? не знаю что это поздравляем вы успешно выполнили ваше первое задание на ваш счет пришла премия в размере 500 долларов и 50 очков авторитета по полученной информации Яков Манишек нарушает директивы правительства проследите за ним используйте камеру видеонаблюдения когда жилец делает что-то запрещенное в зоне действия камеры иконка действия становится цветной нажмите на иконку чтобы собрать улику в досье приложите собранные улики к рапорту производить наркотики не такой-то простой поляк 65 безработные наркотики производят напишите рапорт на Яков Манишек так используемся вкладками для получения информации есть еще директивы шантажное письмо даже можно отправить гражданин можно на своей семье написать потрясающе на свою семью можно номер 2 номер 2 а хоть какую директиву она нарушает нужно почитать сейчас директива 60-40 запрещено производство наркотиков 60-40 от 02-09-84 то есть я даже директивы могу ошибиться ты не можешь могу вон не то укажу это будет директива 60-39 ну надо быть внимательным примите собранные материалы сюда квартира номер 2 все отправил рапорт на рулица Яков Манишек отправлен в дом выехал наряд полиции с проверкой бобой музыка такая играет зловеще с Музыка Это Банда Какая-то странная проверка у них Хм С него жалко В общем, мне кажется, если бы он его не бил, он все равно с ним пошел. Мне тоже так кажется. Мне пришло письмо. Из Хогвартса. Daily News. Смерть в Игле. Сын главы профсоюза шахтеров был найден в несознательном состоянии. Злоумышленники накачали его наркотиками. И сейчас он находится в больнице на лечении и реабилитации. А Министерство порядка призывает... Подождите. Что, его увезли и все? А я же не дочитал. Мертвые слова. Все. А как переключиться на смерть в Игле? Не знаю. Там было скрыто в записи, потом посчитаешь. Ладно. В его книгах, посмотрите. Это он старевший. Но тем не менее, до сих пор влияющий. Но мы, люди существования, общество без правительства, главенства, личной свободы, выбора человека. Министерство настаивает на полном уничтожении опасных идей Пола Уильямса. Голос правды. То, что наше общество способно массово воспринимать философские труды Пола Уильямса, говорит о невероятном его таланте и простоте слога. Необходимо всячески поощрять любовь к нашему великим мыслителям прошлого, если мы хотим прогресса и культурного диалога между народом и государством. Философия — это полная предятина. 274 536 Это номер телефона, я так понимаю, надо позвонить. Пойду позвоню. Вы подтверждаете, что прошли игру? Да. Каждый делает, что может, но мало кто делает, что должен. Что? Я прошел игру? Поблачные эффекты экспериментального препарата для подавления сна, которые ввели Карлу при медосмотре, привели к ужасающим последствиям. Карл Волвков. Его сознание безуспешно пыталось вырваться из выдуманного мира, где ему постоянно приходилось заниматься скучнейшей работой в поисках центра Вселенной. Он много раз находил этот центр, но раз за разом там не оказывалось ровным счетом ничего. Ничего. Ничегошенький Карл. Все, я прошел игру. Видимо, это секрет был какой-то. Разочароваться в секретной концовке. А, это секретную концовку я открыл. Я прошел игру, я молодец. До новых встреч, ребята. Приходите игры тоже, как мы, быстро, с легкостью, и там за 30 минут и все. Да. А, пойдем другие игры посмотрим пока. И заварим кофе. Точно, да, и кофе еще заварим.